Российская военная полиция начала патрулировать зону безопасности в сирийском Мэмбидже, на севере страны. Служба организована на участке протяженностью 27 километров. Местные жители проявляют уважение. Российские военные помогли принести мир в регион. Из Сирии репортаж Александра Билибова. Сверя, приказываю приступить к патрулированию зоны безопасности. Укроп! Гон! В машине! По местам! Краткий инструктаж и расчет российской военной полиции направляется на маршрут патрулирования. Сегодня он впервые проходит вдоль тыловой границы так называемой зоны безопасности вблизи города Мэмбидж, что на востоке провинции Алеппо. Еще полторы недели назад эту территорию занимали курские отряды самообороны. Но в конце декабря прошлого года представители курдов и официальный Дамаск заключили между собой соглашение, по которым сюда официально вошла сирийская армия. Наша военная полиция здесь следит за выполнением этих соглашений и обеспечивает общую безопасность в этом районе. Проехали. Контрольную точку номер один. Маршрут патрулирования проходит сразу через несколько сел. И в каждом колонну российских военных полицейских непременно приветствуют местные жители. Сирийцы уже давно знают. Российские триколоры на автомобилях верны знак того, что скоро в их края вернется мир. Авторитет наших военных полицейских среди местных всегда был высок. Причем относится это даже к тем, кто выступал против официального Дамаска. Именно патрули военной полиции весной прошлого года первыми вошли в город Дума, что в Восточной Гути. При том, что в этот момент там еще находились боевики. А позже, в августе, впервые с момента начала гражданской войны в Сирии, осуществили совместное патрулирование с силами ООН вдоль так называемой линии Брава. Восточного предела демилитаризованной зоны у голландских высот на границе Сирии и Израиля. Теперь в их зоне ответственности появится еще один уголок Арабской Республики, над которым снова, спустя долгие годы, развивается сирийский флаг. Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населенного пункта Мембич и его окрестностях. Задача обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооруженных формирований. Итог первого дня патрулирования. Все прошло по плану и без происшествий. Отныне подразделения российской военной полиции будут находиться в этой части Сирии на регулярной основе. Александр Блимов, Сергей Трусков и Михаил Емелин. Вести. Провинция Алеппо. Сирия.